Дарья Янченко Здравствуйте! О заметных событиях региона расскажем сегодня в выпуске, а пока коротко о главных темах. Подвели итоги. В островной столице прошло расширенное заседание коллегии прокуратуры Сахалинской области. Обновление поездов. Новые пассажирские вагоны привезли на Сахалин. Поговорили о наболевшем. Сергей Нацадин встретился с жителями Новоалександровска. В Южно-Сахалинске подвели итоги работы областной прокуратуры за прошлый год. В результате взаимодействия с органами власти практически полностью освоены выделенные деньги на нацпроекты. Это свыше 37 миллиардов рублей. Таким образом, в эксплуатацию ввели 22 различных объекта. Они предназначены для спортивного, культурного, образовательного и медицинского направлений. Еще ближе регион стал к решению жилищного вопроса. В рамках президентской субсидии на островах построили более 8 тысяч квадратных метров жилья. В них переехали 150 семей. Вместе с тем на те же средства удалось возвести школу в Курильске и Ногликах. Заработал аэровокзальный комплекс. В списке достижений погашены долги по зарплате на сумму в 463 миллиона рублей. Выплачены средства и по контрактам предпринимателям на 166 миллионов. В полтора раза снижен уровень безработицы. Заместитель генерального прокурора страны Дмитрий Демешин поставил ряд задач перед региональной прокуратурой и органами власти. Среди них решить проблему кадрового дефицита и цен, состояние дорог, аварийного жилья и питьевой воды. Требует внимания и энергетическая инфраструктура на Курилах. Ранее Дмитрий Демешин посетил ряд строящихся на Сахалине социально важных объектов. Побывал замгенпрокурора в КДЦ и спорткомплексе в Троицком. В Невельске он провел личный прием граждан. Новые пассажирские вагоны представили журналистам на вокзале Южно-Сахалинска. Через несколько дней они выйдут на линию в составе поездов дальнего следования. Дмитрий Зелинский расскажет подробности. У платформы Южно-Сахалинского вокзала выстроились четыре новеньких вагона, построенные на Тверском заводе. Собравшиеся на перроне железнодорожники ждали символического ввода подвижного состава в эксплуатацию. Три новых вагона – плацкартные. Они сегодня самые востребованные, у пассажиров говорят, на железной дороге. Четвертый – штабной, то есть спальный с помещением для начальника поезда. В нем же расположено просторное купе для инвалидов. Современный подвижной состав, который оборудован системами кондиционирования, экологически чистыми туалетами, душевыми, что немаловажно. Ну и также достаточное количество розеток для зарядки мобильных устройств. Кроме того, штабной вагон, кроме этого, еще оборудован и специальным купе и подъемником для перевозки маломоевильной категории граждан. Из-за дополнительных отсеков здесь более тесные купе и узкие проходы, чем в поездах старого образца. Но это невысокая плата за комфорт. Наверное, главное, туалетом можно пользоваться в любой момент поездки. Хотя понятие «санитарная зона» сахалинцев забывать рано. По острову еще бегают несколько морально устаревших вагонов. Власти утверждают, что это продлится год-полтора. По поводу обновления вагонов в дальнем сообщении у нас постоянно ведется переговоры с РЖД. Имеется, скажем так, договоренность о том, что компания ОРЖД выделит дополнительное финансирование, включая программу замены оставшихся восьми вагонов в поездах дальнего следования. Соответственно, вся составность поездов у нас будет в современном исполнении. В том числе там не только плацкартные будут, но и купе, и СВ-вагоны. Новые вагоны прошли техническое обслуживание и обкатку. На линию они выйдут на следующей неделе. Но 20 февраля сахалинцы полетят в Тверь принимать еще восемь вагонов, на этот раз сидячих. Весной они заменят Орланы на пригородных маршрутах в Тамари и Паранайск. Дмитрий Зелинский, Алексей Нестеров, Дмитрий Прокошкин, Солнце ТВ. На территории Сахалинской области, как и по всей стране, 17 февраля будет дан старт проекту «ИнформУИК». Он направлен на то, чтобы максимально проинформировать граждан о порядке голосования на предстоящих выборах президента и местах, где можно будет сделать свой выбор. Представители участковых избирательных комиссий постараются дойти до каждого избирателям, посещая квартиры и частные дома. Про светительскую работу они будут вести не только на словах. С собой участники обходов возьмут раздаточный материал. Участников проекта можно будет узнать по определенным атрибутам. Это значок, это бейджик на шею с фамилией обходчика и сумка холщовая, брендированная, которая также будет на плече. Можно сказать, чтобы наши избиратели не боялись, смело открывали двери, разговаривали, отвечали на вопросы обходчиков, задавали любые вопросы по поводу выборов, процедуры, порядка голосования. Для выполнения задачи территориальные избиркомы привлекли инициативных граждан. Только в Южно-Сахалинске это около 380 человек. Они прошли необходимый инструктаж. Много времени обходчики у своих адресатов не отнимут. Где-то около, может быть, 5-8 минут для того, чтобы рассказать, для того, чтобы у избирателя сложилось представление о том, как будет проходить процедура выборов, о том, что необходимо иметь с собой. Позаботились организаторы и о безопасности обходчиков. Маршруты их движения будут контролировать сотрудники полиции. Добавлю, что проект «Информ УИК» продлится до 14 марта. Первая в этом году встреча мэра с жителями состоялась в планировочном районе Новоалександровск. Сергей Нацадин и его подчиненные общались с людьми в Доме культуры «Радуга». Большинство обращений касались расчистки от снега, проблем ЖКХ и транспорта. К будущей зиме в планировочном районе реконструируют хоккейный корт, сообщили чиновники на встрече. Несколько горожан пожаловались на проблемы с инженерными сетями в многоквартирных домах. Одна из жителей попросила привести в порядок местный детсад. Детские площадки нашего детского сада практически к половину возраста самого садика. Естественно, они уже устарели. Хотелось бы задать вопрос, который волнует, наверное, все медицинское сообщество наше. Что если отновили фасад, тогда же... Начальник компортального образования Стеклана Анатольевна. Хорошая новость для детского сада улыбка. В летний период площадки детского сада будут устроены. То есть имеется в виду как будут устроены? Резиновое покрытие, а все прогулочные площадки будут. Также жители хотят, чтобы власти организовали площадку для складирования снега на выезде из Новоалександровска на север. Это позволит быстрее расчистить планировочный район. В мэрии пообещали подумать над этим вопросом. Вы смотрите новости на Солнце ТВ и мы продолжаем. Сахалин принял эстафету флага первых зимних международных игр «Дети Приморья». Островной регион стал последней, но не финальной точкой в путешествии главного символа соревнований. К концу этой недели знамя вернут во Владивосток, откуда и началась его передача. В честь этого события в областной столице прошли мастер-классы от именитых спортсменов. Подробности далее. Первыми на лед вышли юные хоккеисты. На несколько часов их тренер – трехкратный чемпион мира Денис Зарипов. Несколько напутственных слов перед мастер-классом и на льду началась бойкая работа клюшками. Ребята отработали передачи и приемы шайбы. Такие мероприятия, они очень полезны. Сам помню себя малышом, я был настолько счастлив, когда видел, даже не присутствовал на льду, а даже просто видел или здоровался с мастерами. И прекрасно понимаю, какая это энергетика переходит к ним, насколько после этого ребята задумываются и стараются это выполнить. По окончании тренировки дети еще раз пообщались с именитым спортсменом – одного из ребят Дамира Ушакова. Денис отметил и похвалил за старательное выполнение упражнений. Мальчик получил в подарок личную клюшку хоккеиста. И взамен также поблагодарил его небольшим презентом. Ну, все было интересно на первом упражнении, где я выбил все шайбы, и поэтому мне подарили подарок. Никак не ожидал. Но хочу, когда вырос в КХЛ, наверное, в МХЛ с ней буду играть. Со своим кумиром ожидают встречи и юные фигуристы. Здесь возрастная группа более разнообразна. Есть подростки и дети. Я очень жду этот мастер-класс. Да, я знаю, что она олимпийская чемпионка 2014 года. Она олимпийскую медаль выиграла в Сочи. Я хотела, чтобы рассказали про вращение и про прыжки, про скольжение, про все, что она знает. Вчера вечером где-то часов в 10 я очень обрадовалась и удивилась, что к нам на такой обычно незаметный остров приехали такие знаменитые люди. Первые в истории России олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Сахалин посещают уже во второй раз. Прошлая встреча Аделины Сотниковой с юными фигуристами состоялась в 2018 году. Спортсменка отметила рост мастерства островных ребят. Встреча прошла в интенсивном темпе. За короткое время дети и подростки успели отработать несколько непростых элементов. Приезжая вообще в каждый уголок нашей страны, я вижу, как дети горят. Горят желанием. И это самое приятное, когда ты видишь, что дети хотят, дети исправляют. И это здорово. Это очень приятно на душе, потому что ты понимаешь, что не просто так приехала, лишь бы показать. Я старалась также уложиться на 100%, чтобы показать, объяснить и дать какой-то совет. Закончилась встреча поднятием флага международных игр «Дети Приморья». С 15 января спортсмены передавали друг другу знамя в разных регионах России. Сахалин стал финальной точкой, после чего символ соревнований вернется во Владивосток, откуда начал свой путь. С 18 февраля там, а также в Уссурийске, Арсеньеве и Артеме начнутся состязания по восьми видам спорта. Аделина Леонова, Алексей Вершинский, Дмитрий Прокошкин, Солнце ТВ В историческом парке «Россия. Моя история» стартовали робототехнические образовательные стим-соревнования «Лига». Их проводят уже в четвертый раз. Участниками стали ребята от 4 лет и старше. Всего 60 команд. Их задача – изучить социальную или экологическую проблему своего района и разработать пути ее решения с помощью технологий. Валерия Елисеева расскажет подробности. Ребята из команды «Квант Тим» представили проект по сбору нефти. Он направлен на решение серьезной проблемы – разлива горючего моря. Это беспилотный аппарат. Он нужен для очистки воды от нефти. Если будет происходить разлив, то он будет запускаться и своими скиммерами захватывать нефть. Последующий – или ее перерабатывать, или специальный бак ее отправлять. Он автоматически, а то есть без человека. Он приезжает, когда у него полный бак нефти, он приезжает к земле, и там его уже опускают сюда насос, и он всю днефть сливает. С нашим прошлым, с нашим настоящим, но самое главное – с нашим будущим. А наше будущее – это вы, ребята. Поэтому я желаю вам честной победы. Я желаю вам достичь новых высот. В этом году тема сезона – сокровища «Недр». Школьники предложили решение по хранению, транспортировке, а также по улучшению добычи полезных ископаемых. У нас есть буровая установка, которая будет ездить и искать нефть. Мы будем бурить землю, и нам будет датчик показывать, где есть нефть. Он достаточно объемный проект. Мы первый эксперимент провели с водой, потом с землей, потом уже с настоящей нефтью. Соревнования состоят из трех уровней. Самые маленькие участники рассказывают про проект и придумывают решения. Ребята постарше с помощью конструктора создают роботов. А самые опытные в основном – это студенты. Дают этим прототипам двигатели и программирование. В первый день соревнований ребята будут защищать свои проекты. И сегодня мы уже отметим самых маленьких, лучших из лучших, кто разработал свой проект на развитие. А сегодня и завтра ребята постарше уже будут свои прототипы защищать, будут запускать прототипы. На двух стендах будет непосредственно передвижение роботов. Все сделано для того, чтобы роботы вошли полноценно в жизнь ребят и ребят понимали механику работы. Подобные соревнования позволяют школьникам проверить свои силы. Главная цель мероприятия – популяризация науки и техники. Дети могут делать не просто какие-то проекты оторванные от реальности. Задача, наоборот, в том, чтобы дети работали с индустриальными партнерами, взаимодействовали с компаниями, которые здесь есть на территории. Это могут быть и угольщики, и нефтяники, и газовики, и транспортная отрасль. Для того, чтобы найти действительно реальные кейсы, которые можно использовать. После защиты проектов лучшие команды отправятся на федеральный этап, который состоится в Красноярске в апреле этого года. В Сахалинской области стартовал наважный фест. В его рамках 18 заведений общепита предложат гостям отведать авторские блюда из наваги и корюшки. Фестиваль проходит в четвертый раз и с каждым годом набирает популярность. Среди участников в этом году не только Южно-Сахалинск, но и Корсаковский район. Какими изысками будут удивлять шеф-повара, расскажет наш корреспондент. Главные ингредиенты авторских блюд – корюшка и навага. Даже самые привередливые гурманы удивятся изысканным рецептом. К примеру, в меню есть заливной зубарь или морской мусс из пюре сезонной рыбы. Мне понравился ролл с навагой. Очень нежный и навага придает такой очень приятный и специфический вкус. Я такого ролла ни разу не ела, мне очень понравилось. И меня для девушки направили на питание. Для меня мне понравилось это вот блюдо, не знаю правда, как оно называется, где много овощей и рыбка. Сахалинские шеф-повара разрабатывали рецепты совместно с лучшими кулинарами России. Гостям заведений в рамках фестиваля уже по традиции предложат сет из трех блюд. Цена остается фиксированной – 950 рублей. Мы решили сделать роллы с навагой подкопченой. Мы сделали десерт на основе черемоковой муки, получается маффины, плюс мусс из клоповки. И горячая у нас жареная навага в ореховой корочке, получается, с овощами. Нам помогли, получается, нам порекомендовали добавить немножко кислинку в мусс, именно который для клоповки идет. Порекомендовали убрать немножко декор. Хинкали, строганина, блюда на гриле – выбор сможет сделать каждый на свой вкус. В первую очередь, это, конечно, популяризация местной локальной рыбы. Это формирование местной рыбы. Это формирование сахалинских гастрономических традиций. Но это, безусловно, привлечение внимания к заведениям общественного питания нашего региона. Гастрономические изыски сахалинцы и гости региона смогут отведать до конца февраля. Гурманам предложат оставить отзыв и проголосовать за понравившееся заведение. По итогам определяют победителя на важного феста. Аделина Леонова, Валерия Елисеева, Александр Тетюников, Илья Назаров, Солнце ТВ. Юные хоккеисты заявили о себе в Нижегородской области. Оттуда островные команды привезли две победы на турнире «Золотая шайба». Воспитанники Центра хоккейного развития добились успеха в двух возрастных категориях. Равных не нашлось ребятам 2008 и 2009 годов рождения. Теперь их ждет поездка в мытище на суперфинал. О самом соревновании и подготовке к нему расскажет мой коллега Влад Французов. Хладнокровие на льду – вещь в хоккее обязательная. Это помогает и голы забивать, и свои ворота спасать. В заведном положении оказываются защитники «Сахалина-2009». Чувствовать себя спокойно позволяет вратарь. Александр Федоров – надежный оборонительный рубеж. В Нижегородской области он пропустил всего шесть шайб при 47 заброшенных. После турнира забить ему еще труднее. Ворота заперты на двойной замок. Ведь на шлеме красуется самый именитый голкипер Владислав Третьяк. На самом деле я играл с другим шлемом. Вот сегодня первый день с этим шлемом. Передали по наследству. И, в принципе, сегодня первая тренировка с ним. Ребята часто бросаются? Ну, по воротам часто бросали. Допустим, там было по 25 бросков, по 30 поворотов. В принципе, команды были неплохие. Тяжело было всем. Сахалинцы играли почти без смен. Возрасту не хватает хоккеистов. Сейчас команда 2009 года рождения – это 13 игроков, два из которых вратари. Но и такой обоймы хватило, чтобы уверенно взять в золото. Переиграв всех на своем пути. В этом возрасте не доберешь уже никого, потому что ребята уже достаточно хорошим уровнем играют. И в таком возрасте уже невозможно никого добрать. Только если из других городов кто-то будет приезжать. А пока у нас осталось 13 человек нашего возраста. Добираем на игры ребят младшего возраста. Так и справляемся пока, пока играем так. Схожая ситуация по составу и у ребят на год старше. Приходится приглашать хоккеистов из «Кристалла», когда есть такая возможность. В противном случае игроков может не набраться даже на две пятерки. Но и в усеченном виде в коллективе способных воспитанников хватает. Один из таких – нападающий Макар Гусенко. Форвард свои голов не считает. Главное видит в другом. Для ребят 2008 года рождения эта победа не первая. В прошлые годы золотую шайбу они брали дважды. Приводил к этому успеху тренер Матей Дубецкий. Показатели его команды уже привлекают внимание молодежки сахалинских акул. Поэтому, если игроки покажут хороший уровень, это все в их руках. Тут тренер уже присматривается, уже знает каких-то игроков. Мы с тренером общались, с тренером молодежки. Поэтому все в их руках. Ну а пока у ребят самый разгар сезона в первенстве ДФО. У 2009 года важнейшие матчи с Амуром. Команда улетает 21 февраля в Хабаровск. Старшие же островитяне в ожидании детей Приморья. В Владивостоке состоятся игры в формате 3 на 3. Влад Французов, Алексей Нестеров, Илья Назаров, Солнце ТВ. Эфир нашей программы продолжит прогноз погоды. У меня на этом все. Напомню, все сюжеты, выходившие в эфир, а также полные выпуски программы, можно посмотреть на нашем YouTube-канале. Всего доброго и до встречи. Спонсор прогноза погоды – компания «Империя». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Двери от «Империи» 25 лет с вами. Какая связь между новой дверью и крепким сном? Ответ – купи новую дверь до 30 апреля и выиграй приз. Ждем вас в Южно-Сахалинске, Корсакове и Холмске. Подробности по единому номеру 505-500 и на сайте www.505500.ru Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok